Начинаем выпуск с приятной новости. Элитский историко-художественный музей достойно был представлен на 4-м национальном форуме Музея Беларуси, который проходил с 4 по 6 октября в Бресте. Форум собрал почти 130 участников – представителей музеев национальных и республиканских, областных, районных и школьных, а также туристических фирм и компаний, задействованных в музейной индустрии. 4-й национальный форум Музея Беларуси – это очень значимое событие для республики, так как там собрались все музеи и музейщики со всей республики. Естественно, это показ своих площадок, это возможности музейной работы, это обмен опытом, это когда специалисты не только показывают себя, но и это дает возможность узнать что-то новое, привнести что-то новое в свою работу. И, конечно же, новый опыт применить у себя на своей площадке. Естественно, участие в таких мероприятиях – это значимо не только для музеев, но и в целом для культуры Лидского края, потому что так или иначе у нас ведет взаимодействие всех подструктурных подразделений управления и отдела культуры. И, естественно, это дает возможность не только музейщикам, но и в целом другим учреждениям показать себя, так как участвовали там не только музейщики, но и туристические фирмы. Это и фирмы, которые работают в сфере музейной деятельности, это те, которые предоставляют новое оборудование, технологии новые. И, естественно, это и центры культуры, потому что они, в принципе, в очень тесной взаимосвязи с нашей темой. В рамках форума проводился конкурс профессионального мастерства по пяти номинациям – за лучшее представление музейной экспозиции форума, за инновации в музейной деятельности, за лучший экспозиционно-выставочный проект, за лучшую культурно-образовательную программу и за лучшее музейное издание. Лидский историко-художественный музей членам жюри предложил оценить три своих проекта. Культурно-образовательный, сгадки с белорусской хатки, экспозиционно-выставочный, искусство видеть артефакт и литературно-художественное издание «Память. Главный свидетель. Воспоминания очевидцев лидя на Великой Отечественной войне». Последний был признан победителем в номинации за лучшее музейное издание. Автор этой работы – научный сотрудник музея Анастасия Колодяжная. Над своим проектом она работала в течение последних пяти лет. Отмечена была роль всего коллектива, потому что не только я одна работала над этим коллективом. Работали все. И этот проект, который у нас работает уже пятый год, он называется «Память за собою позови», работа продолжается. И до сих пор, хотя книга уже вышла, но работа продолжается. Если я в первой своей книге искала людей, чтобы мне рассказал, так теперь наши жители, жители нашего региона, они уже меня ищут и они просят. Я бы тоже хотела рассказать о войне, потому что тоже очень многое пережила. Проект этот начал работу с февраля 2015 года. В музее решили отметить праздник защитников Отечества, собрали участников войны. И в домике Тавлая, за круглым столом, за чашкой чая ветераны начали вспоминать о тех своих боевых и суровых днях, 40-е годы. И когда мы послушали эти воспоминания, я, собственно, поняла, что не записывать их нельзя, потому что то, что они вспоминали, того, в принципе, нет в книгах. Они начали вспоминать то, что было действительно. И это надо, конечно, донести до молодого поколения. Я с этого начала и начала записывать. Сходила в ветеранскую организацию, взяла списки участников войны и потерпевших лиц в годы войны и начала их обзванивать. Если сказать честно, то не всегда меня принимали радушно в первое время. Они каждый раз, практически каждый раз, я чувствовала немой укор. Ну, где же вы были раньше? Почему же вы так поздно начали вспоминать, когда же люди ушли, когда стерлось так в памяти? Ну, мы начинаем рассказ, начинаем, и как-то развязывается беседа. Люди начинают вспоминать, вспоминать. Надо сказать, что те очевидцы, которые, собственно, последние свидетели войны, вспоминают неспешно, тяжело. Иногда они как бы замолкают на какое-то время. Таких воспоминаний у меня было порядка 70.